господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 205 события дни 2 феста на кистом 310 если кто не хочет трудиться то ты не ешь за 4 июля 2016 года ну дальше прочитайте что есть михаил домич утро доброе русская православная церковь отказалась от участия во всеправославном соборе в москве прошло экстренное заседание священного синода рпц по итогам которого было принято решение поддержать предложение антиохийской грузинской сербской и болгарской православных церквей патриарху константинопольскому варфоломею перенести проведение всеправославного собора то есть шум этот весь идет совсем не о том как евангелия не было на первом месте святая библия так все и осталось собор это система надо писать обязательно варфоломею причем тут варфоломею какое отношение имеет спасение к моей душе всеправославный собор это опять же ложный ход то и ннн щипы а слово божие остается в стороне судить бог будет по святой библии евангелия евангелия тяна 12 48 я не сужу вас слово которое я говорю она будет судить не варфоломею вот сейчас все вы исчезли вот эти вот вместе взяты грузинские церквей называет что епископы были бы где-то и каждые автокефальные вот до священника положение не стало бы хуже можем только предполагать как могло все измениться если вы были поставлены руководители рожденные свыше а духе святом о водительстве божьим духом нету ни слова это все это возня людей администраторов которые пробрались на эту должность живут этим бога не знают таким каким он явлен совершенно судить никого не надо и константинопольский перенести перенести то сильно много шумят говорят лонгены разные тут мешается им ну перенесем на время успокоиться мы свое дело дальше сделаем речь идет не просто все православном соборе об изменениях которые вряд ли служат духовному возрождению об этом речь и нет как никон патриарх спартакопом а вакуумом другие насмерть бились как васа и васа цари израиля и иудеи и кончилось чем ни того ни другого нигде ничего нету и повернулись 5 служение не богу а дьяволу христос приходит и горит ваш отец дьявол ну как могли они его простить вы сядут пришли и сказать вот собирайте сделайте грузинское сербское ко всем синонам ваш отец дьявол вот эти слова бы христос поверили бы ему сказал да нет конечно было бы так как великом инквизиторе федора михайловича достоевского братья кармазов ты пришел зачем мы царствуем без тебя ты мешаешь нам и опять повторилось бы то же самое в англии провели процесс христос приходит но в современную демократическую супер свободную англию и начинает делать так как делал тогда говорить и суд пришел к тому же самому решению достоин смерти но если бы он христос вот такой как есть евангельский явился и стал проповедовать у мусульман у буддистов у баптистов у православных не принял бы никто сегодня единицы буквально опять же у федора у федора владимир сердеевича соловьева это подробно все и описано в этих трех словах об антихристе единицы приняли бы его только потому что неуютно было бы все сверять все дыхание свою жизнь питание дружбу работу все сверять в духе святом как угодно это богу что скажет бог то изреку и я как делал пророк михей экстренное совещание пошло прошло экстренное понятно что много один другой трети начинает как бы раскола не было да как бы не потерять кормушку вот что главное это руководство и от этого не отстанут даже сейчас бы прямо предстал господь и сказал если вы не перестанете делать это беззаконие как патриарху алексею второму ридигеру говорят было видение феодосия не стоять вам по правую сторону от христа и вы путаете с властями это не правитель а кривитель они все извратили все у нас сегодня вот комиссия должна быть это указал президент а тут его полномочный представитель мы посмотрим что они будут говорить заранее уже мы знаем за раза задача стоит уничтожить лагерь тут даже ставить ничего не надо норма да под какие нормы ты мне рубля не дал ну норма существует везде спрашивает там где что-то было ты меня не ставил на это дело это моя частная инициатива инициатива моя обо чем говорит митрополит сергий строгородский чрезвычайный момент и бог выставляет людей которые заботятся об исправлении мне это дано вот 45 год лагерь веду работаем с утра до вечера а эти-то приезжают и другие они же этого не знают деньги отпущены получает расписывается а всюду коррупция воровство продажа все распадается умирает от наркотиков пачками по миллиону убывает народ а они на детский лагерь нападают ну чё непонятно то ложный маневр михаил дом не ждали пишет 4 июля день добрый вам и вашим близким благодарим михаил спаси христос за доброе слово видел беседу ваши с виталием где он рассказывал о своем крещении вам так вот нашу семью меня жену и двоих средних наших семнадцатилетних детей двойнащих всеволода и владиславу в крещении евдокию две недели назад крестил именно тот батюшка что и виталий отец константин в реке и соуловка полным троекратным погружением бесплатно вот так господь делает и младшую дочь таисию крестил он же но ранее на пасху в храме древле православной церкви в красноярске виталий вам привет от отца константина а подставлю спаси христос предайте отцу константину привет и ждем вас в гости выберите время пока есть возможность и немного юмора для вас вот тут не могу рассмотреть мне очень трудно все это творя добро одному оглянись не сотворил ли чего несправедливо в отношении другого святой праведный ян кронштадтский но это так это истина так какое-то дело делать надо всегда нужно задавать четыре вопроса первый вопрос что я ищу для души или для тела для тела тоже надо искать то есть временно или вечного тут более поставлен зримо этот вопрос далее что говорит об этом святая библия вот надо знать ее о том деле переезжает решил жениться в армию идти мало ли вопросов жизни и третий вопрос что об этом говорит моя совесть значит надо хорошо молиться незапятнанной совести его же не тянуть туда куда хочешь а как бог скажет это очень трудный вопрос по совести не заражены сиюминутной выгоды ну и четвертый вопрос не причиню ли я кому-либо вреда соблазна тем что сделаю вот как раз к этому и относятся и после этого посоветуйся со своим духовным отцом священникам товарищи кто вынесен обсуждением и потом поступаю что потом не каяться блажен кто не осуждает себя в том что избирает после нашего выхода с миром из общины евангельских христиан баптистов мы женой молились размышляли где бог усмотрит нам общину и через ваш канал и краткий рассказ игоря добунова об общине красноярске я узнал что мой хороший знакомый уже как два года поддерживает отношения с общиной ныне русской древнеправославной церкви года красноярска не являясь ее членом по ряду причин и определение членство в общине и мы с божьей помощью теперь влились в общину или если быть точным то на тот момент в общине был один батюшка и два ее постоянных члена две старушки после нашего ухода из их б люди стали интересоваться почему мы вышли но почему то не у нас а у друг друга но нашлись и смельчаки что лично захотели во всем разобраться разобрались и с нами еще более десяти человек с поселка элита это недалеко от красноярска велись в общину и приняли крещение я их называл всегда элитные баптисты а теперь это элитные древнеправославные христиане среди них есть и декана общины ехэбэ батюшка воспрянул духом еще бы два года молитвы и господь ответил и послал уже наставленных слове христиан спаси вас христос добавляет слову сказать из-за частого упоминания и ссылок на ваш канал и на вас лично у отца константина вырабатывается устойчивое мнение выражаемое во фразе много он знает твой лапкин да и на самом деле неприлично как-то при общине возвышать ваш авторитет над авторитетом священника общины могу ошибаться если что простите христа ради молодой исправлюсь и теперь все реже ставлю ваше знание в пример дабы общины не сложилось мнение что я в вашей общине они в rdc но без комментариев вот а за открытость михаила благодарю как все это есть дальнейшее бог усмотрит и отец константин может все переменится и еще тут плохого-то сослался мой авторитет какой я все время ссылаюсь на четыре параметра что говорит святая библии святые отцы каноны церкви все каноны и житья святых так что ссылайтесь на это если уже он так ревнует об этом здравствуйте игнатий вадим фисенко меня с мамой в храм уже давно привел один человек которому бог даровал лечить людей молитвы он ведь человек какого бы насквозь даже видит будущее но особо никому о нем не рассказывает он мне помог преодолеть некоторые мои болезни за которые врачи только и назначали лекарства для выкачки денег а сейчас помогает советом в общем он говорит практически то же самое что и вы но он против выставления фотографий в интернет вообще вот видите лечит то другой меня сразу это настораживает и знает и видит насквозь при том настораживает очень он объясняет что такое молитва в плане информации если ее посылать богу то обязательно вы получите что просите вот как раз господь этого не учил вот это еще более настораживает как богу угодно да будет воля твоя не моя обязательно получит чего ради и никак это неведомо так он объясняет как правильно молиться за врагов на это все объяснено уже тысячи раз а на фотографии могут послать информацию которая бывает не только хорошая но и слуги дьявола могут послать плохую информацию порчу не на всех можно послать информацию поскольку человек который постоянно молится и у него есть божественная защита он имеет защиту от данной информации но это уже чисто там кришнаитской какой угодно но не христианская вот она куда все это выводит информацию послать на фотографию и начните сначала крайне опасное положение то есть здесь может начать со сплошной демонизм а я это написал для того что вы рассказываете как жить по библии но саму тему молитвы и как она действует ничего не говорите если вы хотите я могу описать более подробно все что я знаю я бы хотел поговорить с вами по скайпу но без лица то есть козюльку какой не поставит все не христианская разговор не предполагается даже тем более сейчас я с 10 октября будущего прятаться ясно дело что сатана запутал и так возвращаемся назад вадим пересмотри все сначала это не божественное не христианское это от лукавого информацию до тот кто вас больше того кто в мире и никто к нам не может прикоснуться вот ответ информация на фотографию ну что григория граба познали это не заглох он посидел и закончил вот они сидят и сразу тему меняют если там об евреях только говорили пущеголазая сволочь то теперь все это бросает на мусульман и поддерживает там президента но это все игра невозрожденных людей возрожденный человек у него константа любовь к богу любовь к святой библии желание жить по заповедям божьим вот трудах и молитве как у антония великого вот что ну и немножко показать на наши ресурсы вот это первое это мой мир у меня несколько там страниц но она вот такая вот именно на ней можно мне писать и варилия в шапке тут у меня есть в контакте страница в одноклассниках фейсбук твиттер там живой журнал работают модератор я там не бываю и кто что посылает модератор иногда администрации посылает на мой православный форум я смотрю тогда отвечаю не перекидывает многое-многое может сотню раз больше для меня не поступает от они мне говорят время нет перекидывать и сколько не говорю ничего не получается на форум заходите на наш форум и здесь зарегистрируйтесь и пишите форум форум но у нас есть еще видеоканал вот православный видеоканал открытым оком во свете библии вот сегодня я поставил 8 роликов вчера 10 большие и маленькие разные по 10 14 минут вот 41 минута другой 35 то есть речь идет примерно на два часа выставил вот поэтому сейчас посмотрю что изменилось на обновление только что поставил сколько тут 23 минуты показано ну уже четыре просмотра а которые до этого были вчера были 230 380 350 то есть тут больше потому что время проходит вот биографии южного пруда ничего особенного 585 рядом второе коридор бог утешает нас семьсот пятьдесят семь ну дальше тут уже есть такие за тысячу проходит и то есть посещение небольшое но для нашего ресурса примерно как раз это постоянные наши считатели слушатели и у нас есть еще во свете библии православный библии сайт вот самое ценное что у меня есть вообще во всем это 4124 ответа на сайте вот вопросы и ответы заходите и знакомьтесь может что-то и подойдет вам на этом все богу нашему слава во веки веков аминь аминь